Йоу, друг мой, как твои дела? Я надеюсь, ты меня слышишь хорошо, потому что мой микрофончик немного приболел. Но давай сегодня я тебе расскажу про кальяны от компании HoneySize с их моделью Mini. У меня их два, а это значит, один мы с тобой здесь разыграем специально для тебя. Короче, это мое первое впечатление о данных кальянах. Я их буду открывать в первый раз, и, соответственно, курить мы его тоже будем в первый раз. У меня есть две модели, они немного друг от друга отличаются. Это Mini Urban SW, а это у нас Mini Urban S. Пока чем они отличаются, я не знаю. Я посмотрел на сайте и такой, хм, прикольно. Надеюсь, какой-то из этих кальянов, которые я видел на сайте, окажется у меня. Ну, давай делать с тобой анпакинг. Короче, что мы первым делом встречаем? Первым делом мы встречаем, что кальян практически полностью собран. Это у нас один. Мы сейчас все детали достанем. Так, шланг. Шланг нам пока не нужен. Мунштук нам пока тоже не нужен. И они сразу идут в комплекте с колбой. И я пока ты не видишь, что за колба, я тебе скажу, что где-то у меня либо за окном, либо у меня за дверью спрятался цыган. И ждет, пока я эту колбу куда-нибудь положу, чтобы он ее смог украсть. Так, ну и, собственно, и всякие причиндалы. Все, коробка нам не нужна. Давай открывать. Вот такая вот цыганская колба. Но при этом она прозрачная. Типа тонирование. Так что для тех, кто не может увидеть уровень воды без того, чтобы вот так вот не замерить, это в самый раз, потому что все это видно. Это у нас вот такая вот моделька. Я ее сейчас дособираю и о ней расскажу. Это у нас стабилизированное дерево желтого цвета. Идем дальше. Это у нас была модель СВ. Как я понял, примерно, а буковка W означает wood. Дерево, потому что здесь у нас с тобой дерево. Идем смотреть вторую модельку. Опа, здесь что-то уже другое. Ага, С это полностью из нержи. Тоже довольно-таки круто, скажу я вам. Так, шланг нам тоже пока не нужен. Опа, блюдце. Не упади. Так, мундштук. Колба примерно такая же. И всякие ништячки. Ну все, давай мы с тобой будем разбираться. Колба, в принципе, такая же. Погнали смотреть, что по качеству, что у нас по обработке. Начнем, наверное, с S. Ну, выглядит здорово. Сейчас кальяны мини очень популярны. Я тебе скажу так. Реально, многие заебались просто курить с огромных дилдаков. Поэтому им подавай мини. Что я первое сразу заметил, когда только открыл только что и взял за коннектор. То, что резиночки O-Ring, ну, хлюпкие. Я надеюсь, там есть ремкомплект. И я бы еще докинул сверху резинок и сделал бы их по две. Потому что вот это, вот это, Хонисай, не есть хорошо. Да, как будто там и ничего ее не держит. Все максимально просто. Вот. Ладно, доебываться не будем в самом начале. Потому что я чувствую, что все очень плохо у нас кончится. Так. Давай, давай. Первое, что я сразу заметил в пакетиках, это у нас коннектор под чашку. Это резинка на коннектор. Есть у нас пять шариков, потому что здесь клапан пятидырый. Как чашка пятидырой. То же самое у нас здесь примерно с клапаном. И как заверяет производитель, что именно благодаря пяти дырочкам ты можешь за раз продуть колбу и как-то остудить чашку. Почему именно пять, почему именно так, надо узнать у производителя. Есть ремкомплект, явно ребята продумали это, но вот это, вот это очень хлюпко. Дабы не пиздеть, может так и должно быть, может так и положено. Давайте проверим на втором. А здесь нет. Здесь нормально. Есть ступенеки и чувствуется, я сейчас подниму. Не будем отвлекаться. Короче, давайте соберем их. А, тут скорее всего нужно будет вставить пульки, раз они у нас здесь. Ага, да, пульки надо вставить. Вот так вот выглядит система клапана. И пульки там, оказывается, были. Спасибо, Хонисай, за то, что положили сразу в ремкомплекте дополнительные пульки, потому что, как ни сейчас, они нам очень-очень понадобятся. Сделано. Всё сделано. Что мне нравится в том, что на коннекторе под чашку у нас есть ребрышки, которые будут держать нашу резиночку очень хорошо, даже если из-под неё закатится сироп. Ну, собственно, вот так вот. Какой разыграем? Металлический, либо деревянный? А вот напиши, что нам бы лучше разыграть. Давай так. Ты сейчас подписываешься на мой канал, ставишь уведомления о новых видео, нажимая на колокольчик, ставишь лайк этому видео, и, конечно же, пишешь комментарий, какой кальян разыграть. И я, когда буду подводить итоги, выбирать победителя, какой он кальян укажет, такой мы и разыграем. Для него специально. Поэтому я, наверное, покурю сейчас на металле. У меня чашечка уже готова. Осталось только залить в эту цыганскую колбу водички, и мы уже можем приступать. Там я уже дополнительно расскажу всё об этих кальянах. Я просто вахую. Хонисай, вы реально ебанутые. Я бы, на самом деле, уволил бы прям немедленно того человека, который отвечает за контроль качества. Как, блядь? Как можно умудриться сделать такое блюдце, об которое просто, блядь, можно орвать пальцы? Вы серьёзно? Я провожу, и у меня прям кожа остаётся на этом блюдце. Это просто какие-то зубы пирань. Я в ахуе. Ну, серьёзно. Нельзя было пройти, как-то шлифануть блюдце. Причём оно на двух кальянах. Реально, я бы человека, который отвечает за контроль качества, именно финальный, уволил бы, блядь, прям сейчас. Отправить такое блюдце мне, зная, что за эту хуйню я просто засру этот кальян моментально. Ну, вы серьёзно? Это пиздец однозначно. Возможно, это только у меня такие блюдца, но тут от делов на пять минут взять, блядь, какую-то машинку, либо наждачку, и просто снять этот слой зубцов. И всё. Короче, ребятки, я хуй знает, откуда такое блюдце у меня. Я сейчас сниму всё это крупным планом, блядь, вы просто посмотрите, это пиздец, это за шквар выпускать такое блюдце, ладно. По курительным качествам вполне сойдёт, вполне хорошо, вполне нормально. Тяга где-то вот чуть легче, чем средняя, есть сопротивление, курица вполне нормально. Я хотел по форсии цены, да не нашёл РРЦшную цену этого кальяна. Так же, блядь, я до этого блюдца буду просто доёбываться, это оно ещё и кривое, как оказалось. Ну, я просто в ахуе, блядь. По продувке тоже вполне здорово, вполне интересно. Продувается вроде бы нормально, а по уровню воды и родной колбы тоже всё окей, как бы там, ну, точно не прогадаешь, всё отлично видно. Чашечка подошла отлично к коннектору, к резинке, которая шла в комплекте, здорово. Теперь давайте подведём уже конечные итоги по кальяну HONISI URBAN S и URBAN SW, да, в принципе, они одинаковые. Из плюсов, он маленький, URBAN SW за счёт стабилизированного дерева очень сильно выделяется, и, как я знаю, расцветок просто множество, которые может предоставить компания HONISI. Выглядит очень здорово, компактно, интересно. Колба в комплекте – это вообще отдельный вид оргазма, когда, и особенно, когда твои резиночки, которые ложат HONISI, идеально подходят под эту колбу. Это просто двойной оргазм, двойной релакс. Что касается дальше. Маленькие детали, такие типа, как вот эта штучка, перфорация, так сказать, да, на этих штучках, она, в принципе, нахрен не нужна, потому что здесь явные проблемы идут с орингом, и это вот так вот всё спокойно снимается, особенно на вот этом, чтобы вы просто понимали, да, это мы уже перешли плавно к минусам. Просто, ну, ну, блядь, я считаю, что если вот эту хуйню до конца не доделать, и изначально HONISI не будет ложить нормальные оринги в комплекте, ну, блядь, в комбу с этим блюдцем, да нахуй такой кальян нужен, да, как бы. Я вот сейчас начинаю, потому что меня это дико бесит. Короче, ладно, идём дальше по минусам. Это блюдце, ну, простите меня, но это хуйня. Реально, это просто пиздец такое, просто нельзя, блядь, отправлять блогерам, и вообще даже в масс-маркет. Это просто пиздец. Так что, ребятки, ха-ха, это кальяны HONISI, можете их покупать, а можете не покупать. В целом, кальян хороший, за исключением двух минусов, которые в нём есть, но эти два минуса вам жёстко подпортят впечатление о данном кальяне. Ещё раз скажу, о блюдце вы отхуярите руку, либо вы сами лично, заплатя за этот кальян, его купя, вы будете сидеть и, как бы, полировать это блюдце, дабы просто не остаться без пальцев. И вот эту штучку вам тоже нужно будет что-то с ней делать. Я же, конечно, надеюсь, что вам такой кальян, как мне, не придёт. Поэтому это был кальян HONISI. Обязательно выполняю условия, чтобы выиграть один из этих кальянов. Это был Дава Дым, это YouTube-канал. Обязательно подпишись. Пока-пока.